Акция на дороге Лачинхан-Кенди продолжается уже больше месяца и не останавливается даже в ночные часы. Участники заявляют, что не прекратят протестовать до тех пор, пока их требования не будут выполнены. Представители общественности Азербайджана выступают против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на временно подконтрольных российским миротворцам территориях, в частности золоторудного месторождения Кызыл-Булак и медномалибденового месторождения Демирли. Мирную акцию отслеживает наш коллега Сулейман Калемулин и он прямо сейчас выходит на прямую связь со студией. Сулейман, здравствуй, расскажи, как прошла ночь, какие у тебя новости? Доброе утро, Лидия, да, действительно, мирная акция протестов продолжается. Сегодня 38-й день данной акции, в которой участвуют гражданские лица, представители неправительственных организаций, активисты, волонтеры. Ночь прошла достаточно спокойно, хотя вот ближе к 10-ти часам ночи по данному отрезку дороги Ханкянди-Лачин в сторону Ханкянди проехало три автомобиля, два грузовых, один легковой, и внутри было 26 этнических армян, жителей Ханкянди, 20 из них подростков, 6 взрослых. Они ехали в Ханкянди из Армении, ранее принимали участие в спортивных состязаниях, каких-либо препятствий в движении транспорта не было, активисты расступились, транспорт проехал спокойно, каких-либо инцидентов не было. Это еще раз доказывает, что акция достаточно мирная, и активисты главных цель только защита окружающей среды, защита экологии. Как вы видите, сейчас сами активисты скандируют лозунги с призывом сохранить природу, с призывом сохранить экологию региона. В целом, хочу отметить, что 38 дней, как активисты, днем и ночью продолжают данную акцию, несмотря на холодные морозные ночи, на бессонные ночи. Акция продолжается, я напомню, мы находимся в Шуше, и здесь ночью температура достигает минус 5, минус 10 градусов. Высота снежного покрова в некоторых местах достигает 10 сантиметров, но непогода, холодные погодные условия не являются помехой, не являются причиной отмены данной акции. В целом, хочу отметить, что главной причиной данной акции стало воспрепятствование приведения мониторинга на месторождениях полезных ископаемых Дамирли и Казалбулаг. В Дамирли добывается молебден и медь, в Казалбулаге золото. Армянские сепаратисты воспрепятствовали проведению именно данного мониторинга. Также экологический геноцид, царивший на территории Азербайджана на протяжении 30 лет, на протяжении всей оккупации Карабаха. Армянские сепаратисты регулярно наносили ущерб окружающей среде и природе Азербайджана. Незаконная вырубка лесов, незаконная эксплуатация водных ресурсов, ресурсов месторождения полезных ископаемых. Все это было на протяжении 30 лет на территории Карабаха. И даже после окончания Второй Карабахской войны, в результате которой Азербайджан смог восстановить территориальную целостность, армянские сепаратисты продолжили наносить ущерб экологии, природе. Регулярно сбрасывались химические давитые вещества в реку Охчича. И тем самым данная проблема стала не только локальной для Азербайджана, она стала региональной для всего Южного Хавказа, так как экологический баланс и природа в регионе, нарушив ее в одной стране, она, соответственно, нарушается и в соседних, в других странах. В целом, хочу сказать, что вот 38 дней эко-активисты здесь, и они сами не раз отмечали, что для них это большая честь быть сегодня здесь, в культурной столице Азербайджана, в городе США, принимать участие в действительно исторических событиях. И в целом, активисты не раз отмечали, что акция будет продолжаться, пока все их требования не будут выполнены. Хочу также отметить, что регулярно по данному отрезку дороги, Хан Кян-Ди и Лачин, приезжают автомобили российских миротворцев. Каждый день буквально порядка 30-50 автомобилей приезжают без каких-либо препятствий. Также автомобили Красного Креста, машины скорой помощи и эко-активисты, наоборот, стараются максимально создать условия для движения транспорта по данному отрезку дороги, для комфортного движения транспорта. И хочу также отметить, что даже вчера министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым отмечал, что данная акция, утверждение о блокаде армянских жителей, проживающих на азербайджанских землях, беспочвенны, так как данный коридор всегда открыт, и транспорт спокойно отсюда приезжает. На этом у меня пока все. Продолжаем держать вас в курсе сапыди. Передаю слово вам, Лидия. Большое спасибо, Сулейман. Я напомню, что на прямую связь со студией выходил наш коллега Сулейман Калемулин. Съемочная группа телеканала CBC продолжает отслеживать ход мирной акции на дороге Лачин-Ханкенди. Продолжение следует...